Мы с вами пойдем сегодня в слово. Сегодня я хочу поговорить с вами насчет одной уникальной темы. Опять это были очередные вещи, которые Дух Святой мне показал. Он показал мне очень уникальное состояние церкви. И я хочу сегодня некоторые вещи поставить на свои места. То, что я видел, слышал от Бога. Итак, вы знаете, что мы настолько стали ультрасовременными, что многие церкви христиане вообще забывают, что есть кровь. Вы слышите меня? Что значит кровь? Что значит его жертва? Мы можем много об этом говорить, много об этом песни петь. Но я хочу объяснить сегодня то, как я это увидел и что мне Бог сегодня, не сегодня, сегодня я буду говорить, показал на... Я вам скажу так, это было два месяца назад, когда я видел это видение. И я вообще говорю, Господь, нужно ли? Я... Ну раз пока знал, значит нужно. И вы знаете, я думаю, Господи, зачем? Может у меня есть столько много разных тем. И Бог почему-то захотел, чтобы сегодня, я с вами сегодня поговорил именно об этом. Итак, недооцененная церковью жертва Христа. Дух Святой конкретно мне сказал, когда я просто был в моей тайной комнате, просто общался с ним. Он мне сказал, церковь еще до конца не поняла вообще, что есть кровь Христа. Что есть кровь Завета. Он говорит, церковь... Да, вы знаете, скажите мне, совершила ли кровь Христа все в нашей жизни? Была ли поставлена точка на искупление человечества? Аминь? Так почему же этот вопрос задал мне Бог? Церковь продолжает жить так, как будто Бог чего-то не доделал. Почему церковь до сих пор пытается помочь Богу, пытается осветиться, придумать ритуалы, законы, что угодно, чтобы помочь Богу выглядеть красивее? Вы знаете, я был шокирован, насколько Богу противно даже малейшее самоосвящение. Кто меня вообще понимает? Я никогда не думал. Вы знаете, мы всегда с вами... Да, мы стараемся жить свято, мы стараемся, но все, что ты пытаешься, слушайте мне внимательно, сделать вне крови и как-то самому что-то заработать. Я читал, что Богу противно. И он говорит, ваша правильность, как запятная одежда. И я читал эти места из Библии, где Богу противна твоя одежда. И он говорит, церковь этих дней до сих пор не может понять, вот почему мы с вами в ритуалах живем, исполняем какие-то моменты, постоянно в каких-то освящениях, то не делай. Там завязали, там сделали. Ты знаешь, что ты противен Богу, потому что Его кровь уже покрыла все. И я сегодня буду радикален, и я скажу, что она покрыла. Кровь настолько совершенна, я тебе прочитаю это из слова, она настолько совершенна, что она покрыла твои грехи еще до того, как ты был рожден. Церковь ведет себя так, как будто после покаяния, слушайте сюда, она должна теперь освящаться вне крови. Уникально, да? Она теперь, вот спасибо тебе, Иисус, за твою кровь, но теперь я пошел. Куда пошел? И мы пытаемся... И у тебя, ты превращаешься из человека... Я сейчас сразу хочу уловить две обочины, потому что меня могут опять неправильно понять. Вон там особенно, там. Некоторые, которые будут думать, ну все, теперь гуляй. Кровь же все покрыла. Вот как раз она, по-моему, тупость не покрывает. Шучу, она и это покрывает. Она совершенная. Вы знаете, что я был шокирован, что люди не могут друг другу простить. Когда пошел разговор у Петра с Иисусом, и он говорит, не до семи ждали раз Андрею этому прощать? Брату. Господь говорит, до семидесяти. Вау, четыреста девяносто раз? Слушайте сюда. Что это значит? Это значит, что ты весь покрыт кровью. Я вам объясню, что я видел в духовном мире. Некоторые люди не понимают, что значит кровь. Они наслушались каких-то религиозных проповедей, лозунгов харизматических, и они что-то пытаются сделать. Ты должен понять, ты покрыт кровью навсегда. Твой грех, он настолько слаб против крови, он не может ничего с тобой сделать. Некоторые не понимают меня. Я хочу, чтобы сегодня вы, церковь, чуть-чуть поглубже со мной пошли. Я увидел, что кровь настолько сильна, мы с вами не понимаем, и поэтому мы не используем кровь. Мы ее использовали, когда мы пришли ко кресту. Спасибо тебе, Иисус, ты омыл мои грехи, но не дай Бог, ты кому-то упомянешь, что омыты все твои даже грехи, которые ты будешь совершать. Вот это у религии уже точно крыша едет. Нет, все это уже грех, который, знаете, заранее, знаете, придуманный, спланированный. Дорогие мои, Бог покрыл тебя, потому что Он знал, кто ты. Он знал, кто я. Он знал, кто мы. Мне Бог настолько уникально показал это все. Он говорит, мне противно, когда церковь занимается самоосвящением. Он говорит, всякий раз, когда ты что-то вешаешь, убираешь, и пытаешься ему угодить, ему противно, потому что единственная вещь, которая может ему угодить, это кровь его сына, и все. И ты ей покрыт. Я хочу раз и навсегда поставить это, и я говорю к взрослым, чтобы ты понимал, что ты покрыт кровью до конца дней своих. Это называется совершенная жертва, которая покрывает всего меня. Так что теперь грешить? Нет. Но я говорю о том, что даже когда у тебя получится ошибка, не обращай на нее внимания. Дьявол работает с твоей неочищенной совестью. Он бьет в тебя. Ну что сделал? Как будто Бог обиделся. Ой, что-то не то сделал. И теперь Бог в гневе. Ну все. Все. Хватит с тебя крови моего сына. Все. Кран перекрывается тебе. О, дорогие, если бы вы знали, какое оружие вы имеете. Когда я увидел, что христианин, христианин, вы знаете, я вам скажу сразу, вы знаете, это может быть шокирующе для кого-то звучать, но я это скажу. кровь, она не для освобождения от греха. Кто меня понимает? Кровь для смытия. Кто освобождает, скажите мне? Если сын, то истинно, кровь и сын, две раз, в другом месте написано, и познаете, а кто есть истина? Мы должны сказать, из-за непонимания вещей, другими словами, есть личность Христа, которая освобождает тебя, постепенно работая с тобой, и доводя продукт до конца. Знаешь ли ты, что прямо сейчас, и ты, и я, совершенен в глазах Бога? полностью на 100%. Полностью. Почему церковь не действует? Она до сих пор с самого первоначального факта не поняла. И ты действуешь, как пришлепнутый грешник, который иногда, которому хорошо становится. Бог, когда пришел со своей кровью, твой грех, настолько мизерная мелочь, по сравнению, что Бог покрыл, вы знаете, что трупы начали вылазить из земли, когда Бог, сказал, совершилось, и умер. Трупы полезли из гробов, кровь омыла прошлый грех, этот, и весь вперед. Иначе это несовершенная кровь, и ты плюешь своему спасителю в лицо. О, я сегодня о крови поговорю. О, я. Я сегодня о крови поговорю. Мы забыли, что такое кровь. Мы только песни о ней петь можем. А жить, как будто кровь тебе не нужна. Я сам буду освящаться. Тут завяжем, тут подвяжем, там омоем, там съедим, там позделаем. И что превращается? Превращается, ты говоришь, Господь, я люблю тебя, но я справлюсь. И в моменты, когда я не справлюсь, я к тебе приду. Фу. Позорище. Я понял одно, я не справлюсь. Кто со мной? Я не справлюсь, церковь, и я понял одно. Я знаю, кровь смывает, сын освобождает. Все у меня есть. Если я еще не до конца свободен, значит, сын еще что-то довершает во мне, и когда он это завершит, это закончится. Ты должен жить как сын, о котором все, отец обо всем позаботился. Когда мне Бог проговорил, проговорил это два месяца назад, он сказал, скажи это моим детям. И я обо всем позаботился. Дорогие мои, я уезжаю. И я забочусь о своих детях. Вы слышите, я уезжаю, например, куда-то на конференцию, или уезжаю на энкаунтер, и я позабочусь, кто их будет кормить, одевать, укладывать, спать, кто будет заботиться. Другими словами, я в жизни не уеду, так это я. И это ты. Ты даже не поедешь на отдых, пока ты не позаботишься о своих детках. Не так ли, мамы и папы? О, я знаю, о чем я говорю. Можете себе представить, тебя папа кинул небесный? Вы что? Ты должен научиться жить как сын, который даже если ошибается, дьявол с этим ничего сделать не сможет. Кто меня здесь понимает? Или твои религиозные мозги не дают тебе пробиться ничему? А меня не так учили? Да все с тебя вытрузить надо. Нас всему не так учили. О, я. Поэтому ты и тут. А ты там. Кровь завета. Когда я увидел, что такое кровь, о, дорогие мои, я понял еще раз, я убедился, что это оружие в моем арсенале. Оружие в твоем арсенале. никто ничего не может сделать со мной, потому что мы покрыты навсегда кровью его сына. Перестань жить так, как будто Бог что-то не доделал в твоей судьбе. Перестань жить так, да у меня вот еще здесь. Покрыто. Да вот я еще не справился с этим. Покрыто. Поэтому он и покрыл, потому что ты не справишься. и я. И теперь я могу двигаться в помазании и в полном силе, в полной славе Бога и делать то, что Он говорит, видеть Его славу, общаться с Ним лично постоянно. И моя человеческая натура, которая иногда еще позволяет себе неприятные вещи покрыта. Вы слышите меня? Бог не общается с твоей плотью. Бог общается с твоим Духом. А вот к Нему подобраться невозможно, потому что Дух, Он ожил. Я говорю сейчас только к рожденным свиш людям, потому что я увидел, знаете что? Я увидел такую вещь, я вам сейчас скажу ее, обычно я говорю некоторые вещи, которые я видел, и они шокируют людей, они говорят, точно заблуждаются. Ну да, заблуждаюсь, не смотри меня больше. Я видел такую вещь, когда рожденный свиш, именно рожденный свиш, иначе кровь не работает на просто человек. Понимаете, о чем я говорю? Она должна быть в тебе, на тебе и в твоих устах, чтобы работать. О, кровь! Если у тебя когда-нибудь тебя сплющит, кричи кровь! Если вы видели церковь, если вы видели, когда один рожденный свыше упоминает о крови, ад начинает двигаться. О, церковь! Она должна понять, что такое кровь! В церковь должна назад вернуться! Мы слишком далеко забежали! Вернись назад! Кровь! Это твоя сила! Ты в депрессии, потому что ты давным-давно забыл, что ты покрыт! Как то, так ты скажешь, кровь, никакая депрессия, ничего! Знаете, почему демоны и бесы имеют на нам власть? Мы не пользуемся кровью! Каждое утро встал, покрыл! Еще дьяволу приговорил! Я покрыт! И дьявол, я тебе сразу говорю, если я даже сегодня кувыркнусь, я покрыт, так, чтобы ты только знал наперед! Даже если что-то не то произойдет, я его сын! и когда он меня усыновил, он меня в детдом уже отдавать не будет! И тебя тоже! Это небесный папа! Это небесный папа! Эй, ма! Пытаясь соблюсти даже малейшее из закона, ты ставишь в ничто и попираешь кровь завета! Вот почему Бог говорит, если ты исполняешь закон, не касайся крови, пусть закон тебя и спасет! Какой закон? Какой ты придумал! Люди в своей голове понапридумали каких хочешь законов! Начиная от закона Моисеева, который Бог дал, до момента того, когда он сдвигает этот закон и устанавливает кровь завета, совершенный закон! О! А нам так как-то странно, как-то знаете, мы привыкли всегда жертву приносить за наш грех. Церковь, не так ли? Я вам серьезно говорю, вы меня должны сейчас слушать, вы здесь не евреи, которые 6 тысяч лет назад жили, я говорю сейчас к вам, вы привыкли жертву приносить Богу, вот ты согрешил, я тебе даю гарантию, твоя вина заставит тебе жертву принести, какую угодно, кому-то позвонить и сказать, Бог тебя любит, это сделано не Богом, это сделано твоей совестью, маленького теленочка, Бог, ты видишь, я уже попроповедовал, аллилуйя, ой, Господь, я влип, я в этом месяце 20% тебе отдам, перестань смывать, перестань законничать, перестань придумывать какие-то правила, Бог все покрыл, даже твоя голова еще этого понять не может, а Бог все покрыл, нам странно и непонятно, как это, я столько натворил и он меня простил, да, потому что написано, что ты не сможешь уплатить, вы притчу не читали что ли, как пришел, он хотел рассчитаться со своими рабами, помните, и привели к нему одного, кстати, он потом попал в проблему, но мы не об этом, не снял ли Бог всего с него, это притча Иисуса, дорогие мои, я не шучу, шутки, он пришел и он должен был сколько ему, 10 тысяч, талантов, 10 тысяч, это массы, денег, это уйма, он должен был продан в рабство и до конца жизни своей выплачивать, и он увидел, сжалился, и он снял, скажите мне, осталось ли на нем что-нибудь выплатить, нет, он должен был до конца жизни своей платить, как люди, которые в грехе, дорогие мои, кровь смывает все, кровь позаботилась обо всем, вернись ко кресту и заключи с ним завет, потому что он протягивает свои руки к тебе и он хочет тебя покрыть, перестань помогать Богу, ему это противно, не вздумай это делать, вы знаете, когда я это понял, я говорю, Бог, ты знаешь меня всего, Господь говорит, да, даже лучше, чем ты представляешь себе, значит, ты все покрыл, да, все, все, вы знаете, если кто-то из вас даже только подумает сказать, что кровь не покрыла чего-то, это плевок в лицо самому Богу, который избрал самое лучшее и подарил за тебя принес в жертву, кровь позаботилась обо всем и теперь есть две обочины, одна обочина, которая помогает Богу, другая обочина, которая грешат на пропол, я не об этом сейчас говорю, я говорю о людях, которые идут с Богом, но есть что-то, что мешает им, я говорю о сыновстве, и так сейчас я вернусь в тот момент, который я хочу вам рассказать, который может быть удивит некоторых, что я видел, я видел уникальную вещь, я не могу объяснить, я это современным языком объясню, я видел, когда стоят люди и пытаются, люди, которые, вы знаете, что кровь, я опять повторюсь, работает только на омытых кровью и усыновленных, удочеренных им самим, как доказать, что ты усыновлен, я скажу так, ты это знаешь, этого даже я не знаю, это знает лично тот, которого он принял, если ты этого не знаешь, я даю тебе больше, чем гарантию, ты не принадлежишь Богу, и поэтому, если у тебя есть даже маленькое сомнение, я сегодня буду молиться за тебя, потому что мне Бог это сказал сделать, маленькое сомнение, я не говорю, сейчас о грехе, ой, я согрешен, нет, скажи, твой сын иногда выделывается больше, чем соседские дети, ты его любишь? Так вот, невозможно сдать назад, Бог не сдает в детдом своих детей, я видел вещь, я видел людей, покрытых кровью, когда они говорили кровь, я видел, они говорили, знаете, как на компьютере, я не могу вам это объяснить, ты не войдешь в систему, пока не введешь пэссворд, я сейчас попытаюсь объяснить, мне очень тяжело некоторые вот эти вещи объяснять, потому что то, что я видел, в русский язык перенести современно, можно только современно, как, знаете, как Иоанн видел там вертолеты и говорил там какие-то драконы летали, то есть, я видел людей, которые, на которых работает это все, и которые работают именно этим оружием, когда они говорили кровь, агнца, покрывает, кровь агнца, восстанавливает, делает, я видел, как будто они говорят код, кодовое слово, которое отмыкает славу Божью, отмыкает власть, и я видел, как дьявол просто бежит именно от этих людей, я видел, что именно, когда они это говорят, они омыты кровью, они именно этим кодовым словом отмыкают силу и власть Бога, и она может действовать только с теми, кто омыт кровью, другие просто будут говорить, это точно как атеисты, читают Библию, они что-то отсюда взяли, нет, только еще больше доказательств, чтобы тебя, знаете, засадить, смотрите, что в слове написано, в откровении, мне так нравится откровение, потому что откровение это книга будущего, аймен, книга это откровение будущего, те, которые ее, тот, который ее писал, сам иногда не понимал, что он пишет, он просто описал, откровение 12.11, они победили его, о церковь, не написано, что они победили его каким-то познанием, школами, личным каким-то, знаете, наворотами, помазанием, написано, что они победили, нет, они победили его кровью агнца, и словом своего свидетельства, я задаю тебе вопрос, христианин, у тебя это есть? У каждого рожденного свыше, который слышит меня и видит, должно быть два меча, одно кровь, другое свидетельство, именно так ты поражаешь всю тьму дьявола, кровь, это когда сатана тебе напомнит, кто ты, кем ты был, а свидетельство доказывает о том, что кровь завета сделала в твоей жизни, ты не можешь не побеждать с этим оружием, кровь завета словом своего свидетельства, я движусь, и я побеждаю тьму, церковь, мы должны вернуться к основам христианства, нам не нужно бежать далеко, мы так далеко запыхались, убегая, что потеряли все принципы, огня, силы, динамита, который сошел на апостолов, той силы, которой Бог говорит, вы примите силу, и будете крещены огнем в другом месте, церковь должна вернуться назад, не надо, не попадайся на дешевые уловки сатаны, ультра-современной церкви, наша сила в истоке христианства, а исток христианства начинается с крови, кровь, это то, что ты должен говорить, исповедовать, ты должен быть покрыт, и ты увидишь, как никто не сможет уязвить тебя, ты увидишь, кто бы к тебе не подошел из людей и вспомнил тебе, о, мне напоминают, тебе напоминают, кровь, ты должен преобразиться в новую личность, как это сделать, кровь, церковь, как мне забыть, кем я был, кровь, церковь, как мне больше не чувствовать вину, кровь, церковь, но это требует немножко времени, потому что вина это часть души, а твоя душа еще освещается, когда ты поймешь, что я могу действовать здесь, в помазании и силе Иисуса Христа, что я и есть здесь на земле его церковь, то есть, я есть на этой земле сам Христос и ты, Христос и ты, я не говорю Иисус, потому что это личность, я говорю, Христос это помазанный, ты христианин, с греческого Христос, а, так нельзя, да, это дьявол так хочет, так нельзя, ты никто, ты должен жить и мечтать, что когда-нибудь у тебя будет просто фокус, и Иисус за один день скажет, что он приходит и ты успеешь покаяться, вот как христиане живут, что, неправда, что ли? Мы живем и мечтаем, мы настолько загрешившиеся, заблудившиеся, перекрытые, переклепанные, что мы говорим, Боже, вот, вот если бы у нас не мечта завоевать этот мир для Христа, это слишком громко сказано, это как-то по-харизматически, это как-то звучит лукаво и гордо, да, а вот смиряться, знаете, кто смиряется? Тот, кто не понял, что кровь завета сделал, ты его сын и дочь, обладающий кладовой неба, и от тебя зависит, что на этой земле будет двигаться или нет, ты есть источник, через который Бог хочет двигаться по этой земле, пока мы не вернемся к крови и не поймем, что что бы дьявол ни совал, я омыт, и я покрыт, даже, если что-то еще не доработано, покажите мне хотя бы одного, у кого все доработано, и я скажу ему, ты в лжец, найдите мне, приведите его сюда, серьезно говорю, может следующее воскресенье найдете, приведите, человек говорит, я больше не грешу, я полностью свободен, можно сразу ему так ляп, уже обманщик, они победили его кровью агнца и сломом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти, о, это что-то сильное, у сатаны есть цель, я увидел цель дьявола, когда я был в этом видении, я был шокирован, когда Бог гневался на то, что церковь помогает Богу, больше всего я видел, что Бог был в гневе, что как будто он что-то не доделал, вы понимаете, о чем я говорю? я хочу, чтобы вы поняли, я видел сердце Бога, он говорит, я все сделал, все совершил, теперь все зависит только от вас, как вы будете пользоваться теми инструментами, которые Бог тебе подарил, о, Иисус, у сатаны я увидел цель дьявола, он не мог сдвинуть кровь, он не мог ее сделать, потому что христианство основано на крови и на кресте, мы все это знаем, крест на Библии, крест на церкви, крест на шее, где угодно, крест, крест, наклейка на машине с крестом и так далее, крест это основа, он решил помочь кресту, дьявола стратегия заключалась в том, чтобы в процессе крест сделать слабей, 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 никак, как сделать крест слабей, чтобы ты начал верить, что кресту надо помощь, что теперь я что-то сделаю со своим видом, словами, лицом, и фу, Бог сказал гробы окрашенные, знаете почему? Потому что он говорил, вы снаружи можете себя сделать чистенькими, а внутри вы гниль, и только я моей кровью, говорит Иисус, могу вам помочь, все, что ты видишь, покрыто, завязано, я не говорю сейчас, поверь, некоторые, он опять нас бьет, я говорю о тех людях, которые помогают Богу, если ты им помогаешь, если Богу помогаешь, я о тебе говорю, если ты перестал жить, если ты случился на том, как просто угодить Богу, ты вообще не понял, кто есть Иисус, в процессе мы преображаемся в нашего Бога, кровь, завета, истина, она потом преображает тебя, человек создан, а мы, мы стоим в стороне и говорим, Боже, я понимаю тебе, а, тебе нравится, чтобы кто-то не блудил, да, вот я напрягаюсь, вот не буду блудить, вот, вот только в голове не блудить бы, святой ты мой, святой ты мой, ой, как классно, да, церковь, ну такая честная, и пастор тоже такой же, эмэ, ну не спрячься, ну, ну в десятку и все, ну, вот за это нас и не любят, эмэ, ну что, а ну шкрипи, вот, да, да, к тебе, к тебе, смеется, это была цель, так как он не способен удалить жертву Христа, он сделает все возможное, чтобы ослабить, и сделать ее бессильной, и христианство будет постоянно помогать Богу спасти мир, да, кровь Христа не доработала мое освобождение, и теперь я сам буду освобождаться, Аллилуйя, Алло, я говорю к вам, церковь, вот я прошел энкаунтер, и у меня то не освобождено, то не освобождено, знай одно, Бог это оставил, о, почему, это его совершенный план, чтобы что-то в тебе сделать, посмотри, сколько эта маленькая гадость добра делает, смиренное сердце у тебя откуда-то взялось, о, опять попал, смотри, ты раньше блудник, блудник, а сам влеп теперь, Бог любит блудников, гля, такая маленькая какая-то вот штучка, и раньше там, фу, дым, дым, потом пошел пачку выкурил, слушай, они не такие уж плохие ребята, гля, какая вот, вроде маленькая штука, а ты, гля, как любить научился, гля, влеп раз, и человеком стал, как классно, Господь, оставляй, что надо, знаете что, когда ты пришел к нему и говоришь, я отдаю тебе все, и ты вышел, что-то недоделанно, знай одно, ты покрыт кровью, и то, что в тебе осталось, он оставил, ты хочешь ему помочь, слушайте сюда, и даю вам гарантию, как тот, который много раз хотел помочь, и хотел сам, своими сорокадневными постами, выбить себе освобождение, я вам сейчас пророчествую всем, не получите освобождение, знаете почему, потому что сын тебя еще не освободил, и все, что ты делаешь, это песенка, вой, ну зачем так честно, Иисус, я же говорил, не надо, тут взял и вскрыл, а мы так хотели, вот, ну, осветиться, аллилуйя, без Иисуса, ну Иисус занят, я понимаю, кровь распролил, ну, давайте мы поможем теперь, как классно, мне так эта тема нравится, чтобы она не заканчивалась, воздайте славу Богу, аллилуйя, я понимаю, аплодисментов мало, аминьей мало, ну, зато честно, какая церковь, ну, честно, ну, до боли в сердце приятно, запомните, все, что ты пытаешься сделать, или как-то своими руками чего-то достичь, или осветиться своими усилиями, слушайте меня внимательно, это план дьявола, это план самого сатаны, вы знаете, что со мной происходит, когда у меня ошибка, у меня они есть, и у тебя тоже, я говорю, я покрыт кровью, мгновенно поднимаюсь, и там же, на той же секунде, продолжают двигаться вперед, вот как я двигаюсь, пользуясь кровью, ты кровь используешь, да, она дана нам в использовании, те, кто не имеют крови, вот они в депрессии сидят, а я не сижу, я раз и умылся, это как-то нагло звучит, гордо, нет, это кровь, которую я понял, как она работает в моей жизни, она снимает, чувство вины, потому что чувство вины, было снято 2000 лет назад, я не понял, так все, давайте теперь грешниками станем, нет, ты точно меня не понял, ты вообще мимо пролетел, я говорю о детях Бога, которые воспитываются до полноты возраста, на которых еще что-то есть, что должно тебя привести, в это смиренное состояние, что-то есть, какой-то глаз не видит, нос, чуть-чуть смотрит влево, и смотри, какой ты нормальный, и ты ни на кого не гонишь, когда там маленькое повреждение на теле, какой-то шрамик, и ты уже, ну, ты уже покрываешься, как-то, ну, одеваешься, смотри, какая-то маленькая штучка, какое-то жало в плоти, и Иисус говорит, довольна для тебя благодатью Моей, ибо сила Моя, продолжайте, 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 черка, продолжайте, ибо сила Моя, о, а это что, Паша, ты вообще потерялся, сила в немощи, так что это, всем нам немощными стать, что ли, о, ибо сила Моя, в нем, чтобы я не превоз... Он что-то в Паше оставил. Андрюша, а в тебе он что-то оставил? Танюша, Света, Оксана, а в тебе он что-то оставил? Ну да, но я с этим так воюю, да, повоюешь, как Павел, потом смиришься и скажешь, сила моя. Ну, тут есть нормальные, мы же, да. Почему? И оно там, оно стидит это жало, и жалит вот. Вот оно там жалит, и оно как-то всегда напоминает. Ты только говоришь, а я, а оно, ой. И ты, гляньте, гляньте, как на одних спецэффектах все понятно, имя. Аллилуйя. Я понимаю, что я другой проповедник, но по-другому не получается, стиль у меня такой. С полуфильмом, имя. Доходит быстрее. И ты такое, и ты уже, гля, уже месяц не попадался. И ты тут такой, а я сейчас, ай, ай, ай. И три загнали. И как-то опять смирение на месяц пришло. Всех любишь, молишься. Опять в тайную комнату вернулся. Ой. Вы знаете, что я заметил? Что тебя возвращает в тайную комнату? Вот твоя маленькая, вот та вот укуська. Вот ты где-то, и ты так ее ненавидишь. Полюби ее. Скажи, мое жало. Оно такое хорошее. Почему? Оно всегда во мне столько добра делает. Не так ли? Оно как бы меня жалит. Ну а в духе моем, вокруг меня, когда ты видишь, человек добреет, добреет, знай, и вот его жалит, жалит. Мы хотим такого пастора, который будет нам о свободе говорить. Я тебе и говорю о свободе. В твоем разуме. Мне жало мое не мешает проповедовать. И тебе твои три тоже не будут мешать. Вы понимаете меня, церковь? Аллилуйя. Я хочу освободить тебя. Кровь все сделала. И у Паши тоже все сделала. Хотя он говорил, Бог там еще торчит. А он говорит, нет. В моих глазах ты совершенный. Вы понимаете меня? Проблема в том, слушайте, вне внимательно, что то, что ты считаешь совершенством в твоих глазах, это абсолютное несовершенство в глазах Бога. У него совершенная Светлана, это в помазании, в силе, в огне Святого Духа и с маленьким жалом, которое балансирует светочку. Вот ты, вот ты. И она такая отбалансированная, а так жало убери, улетит в небеса. И потом уже Светлана, она уже тебя и не видит. Аллилуйя, честно, мне так эта тема нравится. Вы что-то получаете? Семья. Я серьезно говорю, когда мне Бог показывает вот эти вещи, я знаю одно, что опять придет свобода кому-то. Я знаю. У меня много тем, учений, проповедей, но когда Бог показывает мне что-то особое, это предназначено для того, чтобы кого-то освободить, не только здесь, но и там, и те, кто будет слышать, видеть, понимать, читать, чтобы освободить тебя. Чтобы ты вышел сюда, зная, что жало есть в тебе, которое балансирует тебя, но в глазах Бога ты совершен, потому что покрыт кровью. Кто меня понимает уже? Уже достигаю. Амин, амин, амин. Уже ближе. Проблема, какими глазами смотрит на тебя Бог, а не какими глазами смотришь на себя ты. Амин? Ты всегда будешь еще плакать, Боже, освободи. А он говорит, а от чего освобождать? Я ничего не вижу. А что, там болит, да? Слушай, ну я понимаю, что болит, но ты так хорошо выглядишь. Ты вот как раз вот тут, маленькая вот эта вот шишечка, и ты с шишечкой, ну просто, ну, отбалансированная личность, просто, ну, ну на хлеб намазывай и все. Амин. Я вам серьезно говорю, у кого-то баланс твой, это твой вес. Ой, ой, а я-то думал, а будет сверхъестественное похудение. У тебя не будет. Бегать надо. Аллилуйя. Опять попали. Ладно. У меня еще много, у меня еще много что есть сказать. Давайте бросим жало. Я увидел, церковь, что Богу отвратительно смотреть даже на минимальное соблюдение закона. Потому что закон был дан, чтобы человек понял, что его невозможно исполнить. некоторые до сих пор не поняли. Они говорят, а я его исполню, и у него глаза уже вылазят. А Бог говорит, ты до сих пор не понял, зачем я дал закон? Нет, Господь! Чтоб ты понял, что его нельзя исполнить. А я его до конца жизни буду стараться. Может, когда-нибудь он там где-то одну секунду не погрешу в мыслях там, где-то еще там. Бог дал закон евреям, чтобы доказать им, вы не способны жить. Без моей совершенной крови не способны. У вас только жизнь будет от греха до следующего козленка, от греха до следующей барашки. Это не жизнь, церковь! Вы думаете, язычники, пришедшие к Богу, освободились от закона? Нет! Закон продолжает жить в тебе, от которого кровь освобождает. Ты пытаешься постоянно теленочка Богу принести. Загладить свой грех, а Бог говорит, противно, я отдал своего сына за тебя, за все человечество, и за твоих внуков, и правнуков, которые примут меня. Как я люблю Иисуса! Вы даже не представляете, с каждым разом, когда мой Бог открывается мне больше и больше, я влюбляюсь в него, говорю, Бог, такой план никому не мог в голову даже прийти. Такие вещи, которые ты сделал, в голову не могли никому прийти. дьявол думает, сейчас мы как, навернем, навернем, человечество все во грехе будет. А Бог пришел и говорит, пак, как? Да, дьявол, вот так вот. И те, которые грешили, которые грешат, и будут грешить, все покрыты. Что теперь делать? Рассказать всем, что у кого Христа не работает, и ты ей должен помогать. Дьявол держится чем угодно, церковь. А как же это? Нам надо много чего перестраивать. Ты даже не представляешь, что не только перестраивать, много чего закрывать надо. Не имею. Закрывать, оно не работает. Оно работает на самоосвящение. Целые динаминации самоосвящаются. Они не служат Богу, они не спасают мир. Они пытаются держать себя чистыми. Кто меня понимает? Это, да? Аллилуйя. Мы пытаемся себя недельку, вот у нас три дня поста, вот только на одной воде. И вот, да ты и там согрешишь. Три дня поста, это уже радикально, это уже посвященно. Все равно подъешь, я знаю, где-то подъешь, там подкусить печеньку. Это серьезно. Амин. Итак, давайте прочитаем Павел, пишет евреям. Вы знаете, что, когда Павел, кого-то там насмешил, кто-то так постился, наверное, да, понимаю. Я сам, знаете, вы знаете, сколько я печенек съел в таких постах? Да. Пачками. Аллилуйя. А потом думают, а что там печенька, аллилуйя, уже можно... Сижу, мучаюсь. Ладно, ладно. Вы смеетесь, время занимаете. Смотрите. Павел говорит к евреям. Вы знаете, самая уникальная картина. Павел, личность, которая понял, которому была открыта кровь завета, он говорит к тем, которые желали убить за малейшее неисполнение закона. Смотрите. Евреям 10, с первого стиха. Давайте с первого прочитаем. К евреям, 10 глава, первый стих. Средите за мной. У меня время очень мало, я хочу, чтобы вы это взяли. Павел здесь говорит некоторые вещи, которые шокируют вас. Закон, имея тень будущих благ, закон свидетельствовал о будущем, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Слушайте сюда. Совершенными. Вы знаете, что такое совершенный? Это который покрыт раз и навсегда. Он здесь говорит, эти вещи не могут сделать тебя совершенными. Так что ты выбираешь, христианин, ты выбираешь свою жизнь, освящение, свои маленькие добрые дела, посылочку на Украину, потому что я влипла недавно. Может быть, какую-то гуманитарочку отошлем, о каких-нибудь топике отошлем, какие-нибудь, чтобы там кто-то за меня, за душу мою помолился. И мы пытаемся эти, знаете, приносить жертвы, которые на время освобождают не тебя, а твою совесть оскверненную, которые посылочку отослали тебе, так хорошо, Бог же меня в ад не пошлет. И ты обходишь кровь завета, пытаясь сам достичь святости, освобождения, и хочешь со своей совестью, с плотью, со скверненной, и со своим духом, который даже говорить ему не разрешает ничего, прийти к Иисусу и сказать, вот дела мои. Дела идут вслед за тем, кто их делает. Куда идешь ты? Каждый год постоянно приносимый, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертву, слушайте внимательно, быв очищены однажды, не имели бы нужды. И уже никакого сознания грехов. Он здесь пишет евреям и объясняет, что кровь Христа принесла. Вы замечаете откровение за словами? Первое откровение – это совершенство кровью Христа. Второе – это никакого осознания. Бог освобождает полностью. Но жертвами каждого года напоминается о грехах. Знаете, что делает христианин, который пытается искупить? Ты Богу напоминаешь – я нечист и нуждаюсь в освобождении. А Богу это противно. Он говорит – я освободил тебя. И опять ты ошибся, оступился. И опять приходишь – Бог, освободи меня. Перестаньте молиться этими молитвами. Церковь! Вы унижаете Бога! Он все сделал. Вы где-нибудь учеников видели, чтобы они после своих даже ошибок этим занимались? Братья и сестры, сижу в тюрьме. Влип, наверное. Помолитесь за меня. Может, Господь выпустит меня. Он сидит в тюрьме и говорит – это воля моего отца. Он сидит с фарарем под глазом и шишкой на голове. Он говорит – это воля моего отца. Он встал только что, его выволокли, как трупа. Проверили пульс – нет ничего. Бросили на свалку. Павел встал и опять пошел. Это воля моего отца небесного. Сижу в тюрьме в темнице. Это была римская канализация. Римская канализация – это была тюрьма, где сидели по истории. Сидит в канализации. Там, где грязь вся эта, нечисть плавает. Все это – крысы, гадость вся, вонь. И он начинает песни петь. Мы бы уже давно в депрессии сгнили. О, Бог. Ну, во. Принял ведение на свое сердце, Олевое. Ну, во. О, крысы, привет. Ребята, ребята, ребята. Как мало времени. Смотрите. Но жертвами кожегодно напоминается о грехах. Перестань Богу напоминать о своих грехах, о которых он забыл. Ошибся, сразу встал и призвал кровь. Здесь же омылся и говорит, Бог, и я буду ждать моего полного искупления. Значит, тебе это нужно. Значит, тебе это нужно. Так же, как и Павлу когда-то. Вы знаете, я так благодарен Богу за Павла. Иисус, прям сейчас обними его на небе, сильно-сильно-сильно. Знаете почему? Потому что, если бы не он, все остальные как-то чистенько выглядят. Вы слышите меня? Как-то все свято было. А он честно писал. Чего хочу, не делаю. Чего хочу, чего хочу, не делаю. Чего не хочу, то делаю. Бедный я человек. И он говорит, я прошу тебя, Господь. А, Господи, ты мне такой больше нравишься. Ты больше посланий напишешь в смиренных. Смотрите, читаем дальше. Но жертвами каждогодно напоминается греха. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Слушайте сюда. Вы чувствуете откровение? Уничтожение греха? Ну, что это? Она только может кровь тельцов покрыть. Кровь Христа. А мыть, то есть смыть. Имя. Другими словами, как пишет Павел, уничтожение греха. Как мне нравится. Здесь за словами читайте его откровение. Но жертвами каждогодно, смотрите, уничтожить грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел. Почему? Несовершенное. Слушайте внимательно. Бог твоей жертвы и твоего всесожжения не хочет. Вы слышите меня? Пожалуйста, читайте это как будто к нам. Это к нам. Я читаю к себе. Бог говорит, я не хочу твоей жертвы. Она несовершенна. Перестань освящаться. Перестань делать что-то, чтобы выглядеть красивее перед Богом. Бог сам тебя сделал красивым. Помните историю? Вы знаете, так много есть, что сказать, и так мало времени. Помните историю с Есфирью? Скажите мне, кто ее одел? Помните, кто ее одел? Она говорит, я ничего не одену, пока мне не скажет этот начальник над девушками. Как его зовут? Гига, гигай. Евну, гига. Он говорит, я другими словами, я только сделаю то, что он скажет. Другими словами, она сказала, я полностью в распоряжении этой личности. Она не говорила, я сейчас чем-нибудь, здесь цветочек? Это то, что церковь пытается сделать. Вот тут немножечко, тут немножко румянчик сделаем. Тут чуть-чуть тут набрызгаемся. Понимаете меня сейчас духовно? Она говорит, она не говорила, вот я считаю, что это красиво. Она говорит, как гигай считает красиво, так я ей оденусь. Другими словами, гигай это прообраз Духа Святого. Царь это прообраз Иисуса Христа, жениха. Есфирь это невеста. И Дух Святой должен тебя одеть. Это другая тема. В нее мы не будем идти. И поэтому я говорю, я ничего не знаю. А я говорю, грех. А я говорю, что? А что это такое? Потому что он смыл мои проблемы. О, ты думаешь вообще по-другому. Поэтому я и живу по-другому, церковь. Поэтому Павел и жил по-другому. Поэтому и ты будешь жить по-другому. Почему? Потому что кровь завета совершила все. Вот о чем мы сегодня говорим, любимые. Кровь завета. Читаем дальше. Входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел. То тело уготовил мне. Бог говорит, Иисус говорит, ты уготовил мне тело, которое потом и принес в жертву. Тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертв за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы, смотрите, единократным, вы слышите, однажды, однажды, единократным, смотрите, единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Но он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О, кто-нибудь получил это откровение? Церковь любимая, поймите, вы, если вы омыты кровью, совершенны навсегда. Скажи, я совершенен перед Богом навсегда. О, это должно принести улыбку на твое лицо. О, Бог мой, ты должен сказать, так что мне теперь не нужно выпендриваться? Нет, нужно идти и исполнять волю его. Волю его. Я не готов, готов. Я не могу, можешь. Я не освобожден, он освободит. А если не освободит, значит, жало в плоти, аллилуйя. Отдай ему все. И когда я понял, что это все, Иисус, ты обо всем позаботился? Да, сынок. Что мне делать? Он говорит, иди и делай то, что я сказал. Спасайте этот мир. Проповедуйте Евангелие. И когда кто-то вам скажет, что с вами что-то не то, сразу говори, кровь. 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 Кто подходит, я тебя помню. Кровь. А помнишь, как мы с тобой зажигали? Кровь. Все покрыло кровь. Кровь. За все позаботилась. Так ты продолжаешь ошибаться? Да. Кровь покрыла и это. Ты продолжаешь еще делать ошибки? Да. Но кровь покрыла и это. Вот почему я могу в дерзновении каждый раз стоять, не иметь никакой депрессии, потому что не имеет места. Почему? Потому что депрессия поняла, что кровь не пускает ее. Вы должны, мои дорогие, понять эту тему, пожалуйста. Я буду заканчивать. Запомните одно, дорогие, что это совершенная жертва, к ней ничего нельзя добавить или убавить. Ничего нельзя добавить и ничего церковь нельзя убавить. Это как будто ты всегда, ты что-то хотел купить за десятку, а тебе миллиард дали. Вы понимаете? Как будто ты говоришь, мне всего лишь надо купить вот это и расплачиваешься миллиардом. Когда ты, вы понимаете, что даже когда ты говоришь о каком-то маленькой вещи, это все было покрыто. Просто скажи, Господь, я принимаю твое совершенство. Павел об этом сказал, навсегда сделал совершенными. Навсегда. Я принимаю это совершенство, церковь. Я принимаю это совершенство. Это моя жизнь. Сейчас приходит время церкви получить откровение о крови завета, потому что именно то оружие, с которым ты, так же, как и Иисус, расправитесь с дьяволом. Амин. Давайте мы встанем, дорогие. Давайте мы прославим нашего дорогого Иисуса. Знаете, что сделаете в этой молитве? Поблагодарите Его за кровь. Поблагодарите Его за кровь, потому что она сделала тебя совершенной. Скажи, Отец, я совершенен в твоих глазах. Даже твое собственное понимание о себе, это неправильное понимание. Потому что когда Бог сказал, ты совершенен, покрыв тебя кровью своего сына, ты совершенен. Ты скажешь, я ошибаюсь. Нет проблем. Бог покрывает. Он освящает. И Он делает тебя совершенным. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, любимый, за кровь. Я благодарю Тебя за этот новый завет в Твоей крови. Я благодарю Тебя за Твой крест, на котором протекла кровь. И я благодарю Тебя, что навсегда моя совесть очищена. Мой дух, моя душа принадлежат Тебе. И даже мои ошибки настолько слабы, чтобы сказать мне, что кровь не может их покрыть. Я благодарю Тебя за кровь. Драгоценный мой Иисус, я благодарю Тебя за кровь. Драгоценный мой Иисус, я благодарю Тебя за кровь. За кровь. И я благодарю Тебя за Твою чистую, святую, неповрежденную кровь завета. Я омыт Твоей кровью. Я поставлен рядом с Тобой Твоей кровью. Я ничего не могу без Твоей крови. И поэтому навсегда я отдаю мою жизнь, чтобы всегда ходить покрытым кровью и совершать Твою волю. И никто никогда не сможет сказать ни мне, ни всем, кто слышит меня, что мы нечисты. Мы освящены и мы совершенны, как говорит Слово Божье, покрытые кровью. Агнца, раз и навсегда. Во имя Иисуса Христа. Эймен. Восстайте Ему славу. Спасибо, Иисус. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Спасибо. Присядьте, дорогие. Продолжение следует...